В пятницу будет хорошая музыкальная иллюстрация псалмодии в Америке, которая, я надеюсь, вам будет интересна. Я должен сказать сначала, я не буду говорить о псалмодии в православии, о использовании псалмов в православии, за очень простую причину. Вы знаете об этом предмете много больше, чем я. Но я надеюсь, что мои лекции по поводу современного научного исследования псалтиры будет помогать вам лучше понимать и лучше оценивать псалтиры. И в этом смысле улучшить вашу православную практику в псалмодии и листоковое использование псалмов в вашей личной религиозной жизни. Во всяком случае, вот мой замысел. Слово перечисление псалмов. Перечисление, перечисление псалмов различается. И есть маленькая разница между перечислением псалмов в греческой библии и латинской, или в земной латинской, с одной стороны, и в протестантской, и в еврейской библии, с другой. Разница на один, как бы, по-все, начиная с 50-го псалма. Так что, когда я пишу ссылки или цитаты из отдела псалмов, я буду писать две чифры. С 45-го псалмов, это в септуагенте и православной библии и в бухгарте. С 46-го, это в протестантской библии и в еврейской библии и так далее. Обыкновенно, разница только на один. Что еще? Перед началом, Юрий, пожалуйста, привет. Я подготовил вам маленькое очертание псалтирии. Очертание, которое показывает вам, как эта книга традиционно организована. И я время от времени буду ссылаться на очертание. Будет, было бы принудительно говорить просто об этом очертании сначала. Но держите его, пожалуйста, у себя, у вас, потому что я думаю, что оно будет полезным. И если у кого-нибудь нет библии, есть еще некоторые библии, если есть, то, пожалуйста, проходите и возьмите библии. Так, потому что будет удобно, если у вас есть, у вас будет текст. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Или библию возьмите или псалфер, мне надо. Если вам надо, пожалуйста. Так, начнем. Как я сказал, сегодня две деньги. Термин псалтир происходит от греческого слова псаломс, который уже в Северном Агенте и в Новом Завете означает псаломс. Греческое слово псаломс происходит от глагола псау, то есть прикасаться, дотрагиваться, и подразумевает перебирание палцами струн струнных инструментов, таких как арфа. Впоследствии псаломс стал относиться к песне, которую пел Афис, играя на инструменте. Таким образом, псаломс означает песня или в религиозном контексте гимн. Тем не менее, песня или гимн, не еврейское, еврейское название книги, которую христиане называют книгой псаломс. Но и видите, книга называется Техилин, то есть хваление, хваление. Техилин происходит от еврейского корня HLL. Откуда глагол хилел? Хилел – хвалить. Хвалить. Как в известном литургическом призыве. Хвалить. Аллилуйя. Халлилуйя. Аллилуйя. Буквально хвалитья Яхте. То есть хвалитья Яхте, Господа Израиля. Или просто хвалитья Господа. Халлилуйя. Халлилуйя. В отличие от греческого имени, название на иврите относится к цели псалтирии – славе единого Бога, Господа, Творца Неоперезимия. Интересно, что Техилин, хваление, не соответствует всему содержанию книги самого. Конечно, в ней много хваленных гимнов. Однако, как мы увидим, далеко не все псаломы являются гимномами. На самом деле, здесь больше стиховерения другого типа. Плачет или жалоб. Плачет – это весна своя разная, очень характерный тип композиции псалтирии. Рассмотрим первый из них. Псалом 3. Третий псалом 3. И это точа во всех бельях. Третий псалом. Я прочитаю в переводе Адеринцева, который опубликовал Духи Литвы. Третий псалом. Господи, как умножились честящие от меня. Многие восстают на меня. Многие молдят о душе моей. Нет Бога измодрения для него. Но ты, Господи, щенок, ты слава моя, ты возносишь благу. Классом мои, я к Господу восстал, и услышал он меня от святой горизоны. Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. Не услышу сможество людей, отовсюду отступивших к меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ты разышь всех врагов моих, зубы грешников ты крушишь. От Господа избавление нам и народу Твою благословение. Как видите, это не хвалебный гимн. Правда, в середине псалма, псалма-певец выражает уверенность в Божьей защите. В конце псалма, однако, автор выражает прошение, настоятельный призыв к Богу освободить, искупить, который подсказывает, что выраженное в начале псалма доверие пролептично, то есть носит характер предвосхищения, то есть спасение, которого взыскует псалма-певец, еще не наступил. Он остается в подвешенном состоянии, потому что Бог еще не ввешался, чтобы спасти его. В каком смысле ситуация, описанная в этом псалме, и в других псалмах плача, связана с словами? Другими словами, почему плача присутствует в псалтире, если псалтир – это книга фонения? Это серьезный богословский вопрос, к которому мы еще вернемся. Здесь я просто констатирую напряженность между названием книги псалмов на иврите и значительной частью ее содержимого. При проведении развития между гимнами и псалмами плача, я использовал аналитическое понятие, играющее важную роль в исследовании псалмов – понятие типологии. Идея, что канонические псалмы можно классифицировать по типам, не является традиционной, но принадлежит библиистам нового времени. После новаторской работы немецкого протестантского ученого Германа Гуглера, рано в XX веке, многие исследователи пытались дать строгую типологическую классификацию – 150 экономических псалмов. Предположения варьировались от очень сложной типологии до гораздо более сжатой скины Клауса Вестермана, предложившего радикальное упрощение типологии. Вестерман считал, что плач, так называемый призывом или прошением, был основным типом псалма, а второй тип – хвала, порожден Божьим ответом жалобщику, то есть милостивым даром Бога на прошение жалобщика. Таким образом, по Вестерману есть по сути только два типа псалмов основных – призыв или прошение и хвала. Нам нет необходимости подробно разбирать ту или иную типологию, и, разумеется, не следует абсолютизировать какую-либо одну из них. Важно понять, что типологический анализ оказывает нам существенную помощь при учёте различных элементов и различных тем в книге Псалмова. Без этого анализа легко впасть в шаговое одномерное прочтение в социале. Типология расширяет наше представление о динамичном, красочном, разнообразном характере этого вида литературы. Поэтому, с вашего позволения, я скажу о типологии ещё несколько последствий. Важным типом псалмов, одним важным типом псалмов, является псалмом мудрость. Мудрость – тут технический термин, отсылающий к библейским книгам премудрости, притча, игру, экклезиасту и другие, где содержатся размышления о сотворённом Богом в мире и его законах. В псалме мудрости псалмопевец размышляет и воспевает дела Бога-творца. Честно связанные с псалмами мудрости псалмы закона или псалмы Тори еврейского религиозного закона, где псалмопевец воспевает властные и религиозные законы Израиля. Можно сказать, что псалмы о мироздании, псалмы мудрости направлены во вне, на видимые, общие для всего человечества, а псалмы Тори направлены вовнутрь. Они относятся к духовной жизни народа Израиля. Мы имеем прекрасный пример обоих типов псалмов в одном псалме, в восемнадцатом, девятнадцатом. Открывайте, пожалуйста, на восемнадцатый, девятнадцатый псалмопевец. Еще раз, Тур Аверинцева. Первая половина этого псалма о псалмомудрости. Вторая половина того же псалма, псалма Тори. Слушайте. Славу Божию поверуют небеса, и одели рук его, вещая твердь. День в дню изливает море, ночь в ночь ядает лесть. Нет глагола, нет речи, не слышно их голосов. По всей земле несете их воприк до концов вселенной, словно их. При них поставил он для солнца шатер. И выходит оно, как из чертовой жених, радуется, как из полин, пробегая путь. От края небес исход его, исчезтия его до края них, и ничто не укрыто от жара его. А сейчас перемены. Закон Господень совершен, совершен. Что надо сказать? Совершен. 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 Закон Господень совершен. Дружу укрепляет он. Свидетельство Господне твердое, умудляет они простецов. Веление Господне премьет. Сердце они без себя. Задавец Господень светла, просвещает мочи. Страх Господень чист, забывая путь, приговоры Господней веры, все правы для них, желание зла, чистейшие гуды, слажда, мед и влаги сход. Ограждается им, правда Твоя, за соблюдение их, но сда велика. Очень прекрасный псалом. Кажется, сверживающим звеном или общим термином между этими двумя половинами этого псалма является идея закона. То есть мироздание держится космическим законом, а народ Израиля – нравственно-религиозным законом или фором. Бог прославляется как твердец и владыка обоих видов закона. Другой тип псалмов, связанный с жизнью израильского народа – царские псалмы, воспевающие израильскую монархию, то есть династию Давида и Фессалима. После падения монархии в 586 году до нашей эры, очень важная паровная дата, Эти псалмы, царские, не относились больше к реальному учреждению, но хранили историческую память и питали историческую надежду на восстановление дома Давидова, которая в конечном счете стала мессианской надеждой. Естественно, что некоторые из этих псалмов стали играть весьма значительную роль в христианстве, самой успешной мессианской церкви юдаизмом. Царские псалмовы не так много в псалмуре, но они очень важны по причине не только их содержания, но и связи в псалмуре в целом с Давидом, царем израильцем. В еврейской и христианской традиции Давид считается автором псалмов, за исключением тех написаний, в которых указано иное авторство. В написаниях очень многих отделов псалмов есть еврейское выражение «Л-Давид». 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 Ну, «Л-Давид» обычно переводится «Давида», в псалмон «Давида», то есть в родительном падеже. И считается обозначением авторства. На самом деле здесь не обязательно подразумевается авторство в современном смысле этого слова. Эта фраза может означать и в духе Давида, и в традиции Давида, или «Давиду» в дателном падеже. Но как бы мы не понимали эту надпись, Давид постоянно присутствует в книге псалмов. Так что не будет приобретения назвать псалмон «Книга Давида». Есть книга Самуила, книга Порока, есть и книга Давида, то есть в псалмон. Это придаёт дополнительную значимость царским псалмонам. Посмотрим на второй псалмон. Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное. Восстаются ли земли, и князья завещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнут, узыгнут и свергнут себя оковлением. Живущий на небесах посмеётся. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведёт их в смятение. Я помазал царя моего национом святою горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой. Я ныне родил тебя, просил меня и дал народы и наследие тебе, и князь земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушаешь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь царей, научитесь судить земли, служите Господу со страхом и радуйтесь стряпотом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути, ибо гнев его возгорится вскоре. Уваженны все, уповающие во Нем. Пробой выражения Давыдова Богословия, этот псалом прекрасно иллюстрирует основную тему в современном научном исследовании псалома. А именно, вопрос о том, в какой мере редакторы псалтиры придали ей особую форму. На первый взгляд, смотря на беду, псалтир в целом не имеет особой формы, и ее содержание не выстроено в магическом порядке. В еврейской и христианской традициях было удержано деление псалтирей на пять подразделов, так называемыми книгами. Но между этими книгами не сразу видно резких различий, и они не складываются в историю. Вы увидите разделение между книгами на подчерканиях, которые я посмотрел. Но в современных исследованиях псалмов большое внимание уделяется роли редакторской группы в формировании псалтиры. Например, вернемся к второму псалому. Как видите, этот псалом не имеет написания. Видите, вы написания не найдете. И так же обстоит дело и с первым псаломом. Там не написано. Тем не менее, начиная с третьего псалома, почти все псалмы первой книги Псалтиры снабжены надписаниями. Отсутствие надписаний первых двух псалмов объясняли редакторским решением, разместив эти два слова в начале сборника. Иными словами, оригинальная первая книга Псалмова, первоначалная, должна была начаться с третьего псалма. Но на каком-то этапе формирования псалтерии как целого корпуса, редакторы снабдили книгу Псалмов тем, что они считали более уместным видением, а именно Псалмами первым и вторым. Почему именно этими двумя псалмами? Потому что они знаменованы два столпа идентичности израильского народа. Первый псалом – это псалом Пори, закона израильского. Второй псалом – царский псалом. Один воспевает закон Израиля, другой – царя Израиля. Тора и династия. Иными словами, здесь присутствует замысл, сознательное формирование псалмов как книги, в отличие от простого сборника материалов. В этом упорядочивании материала мы получаем и ключ ко времени этого формирования. Это должно было произойти после крушения монархии в 586 году до нашей эры, так как если бы формирование предшествовало этому времени, можно не сомневаться, что книга псалмов начала спустя царского псалома. Только во время и после Павелонского плена Пора или закон Израиля, как религиозной общины, стала столпом и основой израильского народа. Как видите, из такой, казалось бы, мелкой детали, как отсутствие написания в первых двух псалмах, современные исследователи делали важные выводы об исторической эволюции и богословии книги псалома. В дальнейшем я обращу ваше внимание на другие структурные и тематические образцы редактирования книги псалома. Теперь же позвольте мне обратить к текстуальной критике другого рода, которая сыграла огромную роль в современных исследованиях псалома. Я говорю о филологической критике, то есть критике, основанной на более глубоком понимании бедрельского иврита, достигнутого бедрельстами современной эпохи. Безусловно, все экономические псалмы описаны на иврите, но это с виду простое утверждение таит в себе высшей степени сложных навыков. Библейский иврит служил литературным языком в течение трех тысячелетий. И, как и все живые языки, протерпел множество изменений на протяжении своей долгой жизни. Эти изменения носили особенно грамматический характер в первом тысячелетии до нашей эры, когда иврит оставался еще родным разуморным языком. Языком, еще не достигшим классической формы. Большая часть ивритов Библии датируется этой доклассической эпохи и сохраняет много языковых форм, которые в более позднее время стали употребляться иначе. Эти изменения создали серьезные трудности для последующих поколений читателей, которые часто не понимали, что они читали. При фиксации библейского текста мазуретами в течение первого тысячелетия нашей эры, многие из этих неясных или спорных интерпретаций оказались записанными в библейский текст через мазуретскую систему вокализации или обосновки, то есть обозначение классных звуков с помощью ортографических значков я объясню. Мазуреты. Мазуреты. Были раввинами. Первого тысячелетия среднего кода, которые сохранили и передали. еврейский текст в Библии. Мазуреты. Ну, люди традиции. Люди традиции. И это одни, что мы получаем еврейский текст, который еще существует. Как и в большинстве древних ближневосточных языков, в древнем еврейском записывались согласные, но по большей части опускались гласные. К счастью, то есть... И еще это по-русски. В начале Бога, да. В начале Бога, но без гласных. И без места между пунктами. Ну, так написано было. Были древние восточные, ближневосточные тексты, в том числе и еврейские тексты. Мазуреты изобретал систему вокализации, то есть способ показывать гласные. И эта система называется по-английски «пойнтинг» и Юрий... Можно назвать вокализацией или «огласовка». Обласовка. Обласовка, да. И так, что «Тора» Вот, консонантный текст «Тора». Но в мазуретской системе в мазуретской системе К счастью будущих поколений и для современных филологов, масореты скрупулезно сохранили консументный текст на библейском имприте, даже когда они не понимали его. И Юрий Яслов сказал мне, что епископ Александр Голицын в прошлой неделе дал вам пример этого, пример текста из пророка Иезекииля, который буквально консументный текст и бессмысленно, и так далее. Ну, такая ситуация. Они скрупулезно сохранили консументный текст, даже когда они не понимали его. Но вокализация, которую они внесли в текст, когда изменяла или иногда их вокализация изменяла или затемняла в первоначаловом смысле. Одна из задач современных филологов – выявление этих проблем в чтении. Излишне говорит, что эта задача сложная, а иногда и сомневается. Одним из средств, которые филологи используют для лучшего познания древнееврейского, является изучение родственных языков. Наиболее важным из них для исследования псалтиры оказался древнесемитский язык, известный как угоримский, от названия небольшого города в древней Сирии Угарит. служившего хранилищем в собрании текстов, которые раскапываются археологами, начиная с 28-го года прошлого столетия. Тексты, записанные в кинописи, датируются от позднего бронзового века до нашей эры и представляют собой прекрасный образец сенитского языка древнего ханаана, то есть языка, весьма близкого к древнему еврейскому. Среди прочих, угорицкие тексты содержат ряд религиозных параллельно, значительно более старших, чем библейские слова. Параллелы между этими двумя родами хаистических творений поразительны и ясно указывают на то, что древние еврейские поэты при создании собственной религиозной поэзии пользовались многими уже существующими ханаанскими поэтическими и мифологическими условностями. Современный исследователь Псамов, наиболее широко применявший угорицкий материал – мечок Дахуд. Дахуд – американский, был американский язуэт, недавно угры, который в течение многих лет был профессором в папском библейском институте Фюрии. Его трехтомный комментарий на Псаме, опубликованный в 60-х годах – классика филологического библейского топола. В нем Давид предложил сотни новых чтений и десятки вновь открытых грамматических форм и риторических приемов. Его предложения не ограничивались филологическими вопросами. Дахуд столкнулся с некоторыми из самых серьезных проблем библейского богословия. Приведу лишь один вопрос, в какой мере древние псалмоперцы верили в вечную жизнь. Многие современные исследователи Библии отрицают, что древние израильтяне верили в вечную жизнь, утверждают, что единственная вечность, известная древнего Израиля, биологическая и политическая по своему факту, продолжающая все существование народа. Основываясь на своем знании лексических значений и хаманской дипологии, Дахуд утверждал, что когда псалмоперец заявляет, например, «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Последняя строка 22-23-го псалма «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Он, псалмоперец, имеет в виду именно это, вечную жизнь, в приближище Яхве на небесах. Вопрос остается спорным. И я не предлагаю сейчас никакого решения. Здесь я хотел только обратить внимание, как Дахуду удается перейти от высокой техники семитской филологии к утверждению важнейшей эскатологической надежды. Именно это делает его комментарий к псалмам таким захватывающим. В английском языке есть выражение «Дьявол в детали». Не знаю ли они из них и в российском языке. Это «Дьявол в детали». Дахуд напоминает, что и Бог тоже в детали. «Дьявол в детали». Кроме филологических вопросов, связанных с псалмами на Евресе, Большое внимание современных исследователей привлекает вопрос о поэтике псалтирии. Это трудный вопрос. Он состоит в том, можно ли распознать систему поэтики в псалмах на еврейском и других поэтических творениях в Библии. И если да, как её, как эту систему описать? Вам может показаться странным, почему это сложный вопрос? Думаю, для большинства из вас очевидно, что псалмы представляют собой вид религиозной поэтики. Но есть две причины, почему этот факт не так прост, как можно было бы ожидать. Первый факт связан со статусом Библии как Божественного Откровения. Если Библия – Богооткровенное Слово Божие, нельзя… Если Библия – Богооткровенное Слово… Откровенно окорблённое… Откровенно окорблённое… Если оно так, то нельзя объяснять её содержание, обращаясь к принципам поэтики. Так как стихи – это человеческие произведения, нечто сделанное. Можно считать, что Бог открывает себя в человеческой речи и через неё, но это не оставляет нас от попыток осмыслить богочеловеческие отношения. И в еврейской и христианской традициях существует сильное сопротивление мыслей, что слова Библии – это человеческие изобретения. Религиозная традиция учит, что слова Библии указаны и расставлены самым Богом, что в свою очередь ставит вопрос о том, в какой мере в этом процессе участвует человеческое творчество, в том числе поэзия. Второй вопрос связан с определением самой библейской поэзии. Если мы говорим, что псалмы – это стихи, мы должны описать их поэтические размеры и композиции. те характерные черты, в силу которых мы называем их стихами. Однако, несмотря на интенсивное исследование этой проблемы, научный консенсус по ней пока не достигнет. Скажем, возьмём поэтический размер стихи как ритмическая речь. Существует ли в библейской поэзии нечто подобное размеру? На сегодня ни одна теория метрики библейского иврита не пользуется широким признанием. И многие учёные вообще отрицают сам факт наличия метрической системы библейской поэзии. Но если в библейском иврите нет размера, то как отличить библейскую поэзию от прозы? Почему мы должны рассматривать псалтир как-то иначе, чем другую из Боисеевых книг? Действительно, до нового времени псалмы обычно записывались и печатались в большинстве случаев не как стихи. Но в традиционных библиях и молитвенах, как в многих наших молитвенах, как в православии, протестантизме, псалмы написанные и до сих пор ещё печатаются как сплошное непрерывнение. То есть вопрос. Другие обычные признаки поэзии, так как регулярное употребление рифки или регулярное употребление ассонанса или алитерации, так же отсутствуют в библейской поэзии. Правда, все эти черти иногда встречаются в библейской поэзии. Но они носят эпизодический, а не систематический характер и совершенно непредсказуемые. Разумеется, против такого скептицизма по поводу существования еврейской поэзии можно возразить, предположив, что мы судим по сущности поэзии исходя из небиблейских поэзий поэтических традиций, таких как древнегреческие и латинские стихи, англосаксонская поэзия или современная европейская поэзия. Другими словами, возможно, мы не правы, пытаясь отыскать в библейской поэзии размер, рифм, алитерацию и так далее. Вероятно, мы должны начать с самой библейской поэзии и спросить, какие характерные, может быть, уникальные структуры мы видим в небе и как они делают ее поэзии. Если мы поступим таким образом, мы действительно различим некоторые особые структуры. Самый важный из них является риторический прием, названный параллелизмом. Параллелизм описывает двухсуставное утверждение, иногда трех- или четырехсуставное утверждение, члены которого, члены или предложения которого имеют одинаковый синтаксис и близкое содержание, в результате чего второй член пары перекликается с первым и тем самым подчеркивая и усиливая все утверждение. Вот несколько примеров. Ну вот, естественно, я писал на доске, в самом 145-й, 6-й, 2-й, 40-й. «Восклоню, Господа, доколе жду, буду петь перед Богом моим, покуда есть». Здесь параллел. «Восклоню, Господа, доколе жду». Назовем две части этого полустиха «А», «А» и «Б». И здесь, в последнем, во втором полустихе есть параллел. «А», одинаковый, параллелный синтаксис и одинаковый илитийский синтаксис. Это параллел. И другой пример. Открывайте на Псалом 37-й и 8-й. Псалом 37-й и 8-й. «Строгий, второй и третий». «Господи». Эти псалмы царские не относились больше к реальному учреждению, но хранили историческую память и питали историческую надежду на восстановление дома Давидова, которая в конечном счете стала мессианской. Естественно, что некоторые из этих псалмов стали играть весьма значительную роль в христианстве, в самой успешной мессианской севте юдаизма. Царские псалмовы не так много в псалтире, но они очень важны по причине не только их содержания, но и связи в псалтире в целом с Давидом, царем израильским. В еврейской и христианской традиции Давид считается автором цармов, за исключением тех написаний, в которых указано иное авторство. В написаниях, в общем, многих объявленных псалмов, есть еврейское выражение «Л Давид». «Л Давид» — это еврейское место имя. Ну, «Л Давид» обычно переводится «Давида», псалом «Давида», то есть в родительном падеже. И считается обозначение авторство. На самом деле здесь необязательно подразумевается авторство в современном смысле этого слова. Эта фраза может означать и в духе Давида, и в традиции Давида, или «Давиду» в датенном падеже. Но как бы мы не понимали эту надпись, «Давид» постоянно присутствует в книге Псалом. Так что не будет приобретения назвать псалтир книгой Давида. Есть книга Самуила, есть и книга Давида, то есть в псалтире. Это придаёт дополнительную значимость царским псалом. Посмотрим на второй псалом. «Зачем метутся народы?» И племена замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья завещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнут, узыгнут и свергнут себя оковлением. Живущий на небесах посмеётся. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведёт их в смятение. Я помазал царя моего национом святою горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой. Я ныне родил тебя. Просил меня и дал народы в наследие тебе и князь земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушаешь их, как сосуд рикошечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с тряпотом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути, ибо гнев его возгорится вскоре. Уваженный все, уповающие во Немо. Кроме выражения Давыдова Богословия, этот псалом прекрасно иллюстрирует основную тему в современном научном исследовании псалома. А именно, вопрос о том, в какой мере редакторы псалтиры придали ей особую форму. На первый взгляд, смотря на бегу, псалтир в целом не имеет особой формы, и ее содержание не выстроено в магическом порядке. В еврейской и христианской традициях было удержано деление псалтир на пять подразделов, так называемыми книгами. Но между этими книгами не сразу видно резких различий, и они не складываются в историю. Вы увидите разделение между книгами на подчерканиях, которые я посмотрел. Но в современных исследованиях псалмов большое внимание уделяется роли редакторской группы в формировании псалтиры. Например, вернемся к второму псалму. Как видите, этот псалом не имеет написания. Видите, вы написания не найдете. И так же обстоит дело и с первым псаломом. Там не написано. Тем не менее, начиная с третьего псалома, почти все псалмы первой книги псалтыр снабжены надписаниями. Отсутствие надписаний первых двух псалмов объясняли редакторским решением, разместив эти два слова в начале сборника. Иными словами, оригинальная первая книга псалмов, первоначалная, должна была начаться с третьего псалма. Но на каком-то этапе формирования псалтерии как целого корпуса, редакторы снабдили книгу псалмов тем, что они считали более уместным видением, а именно псалмами первым и вторым. Почему именно этими двумя псалмов? Потому что они знаменовали два столпа идентичности израильского народа. Первый псалом – это псалом Тори, закона израильского. Второй псалом – царский псалом. Один воспевает закон Израиля, другой – царя Израиля. Тора и династия. Иными словами, здесь присутствует замысл, сознательное формирование псалмов как книги в отличие от простого сборника материалов. В этом упорядочивании материала мы получаем и ключ ко времени этого формирования. Это должно было произойти после крушения монархии в 586 году до нашей эры. Так как, если бы формирование предшествовало этому времени, можно не сомневаться, что книга псалмов началась с царского псала. Только во время и после Павелонского плена Пора или закон Израиля как религиозной общины стала столпом и основой израильского народа. Как видите, из такой, казалось бы, мелкой детали, как отсутствие написания в первых двух псалмах, современные исследователи делают важные выводы об исторической эволюции и богословии книги псалмов. В дальнейшем я обращу ваше внимание на другие структурные и тематические образцы редактирования книги Псалмов. Теперь же позвольте мне обратить к текстуальной критике другого рода, которая сыграла огромную роль в современных исследованиях Псалмов. Я говорю о филологической критике, то есть критике, основанной на более глубоком понимании библейского ибрита, достигнутого библейскими современными эпохами. Безусловно, все экономические псалмы, написанные на ибрите, но это с виду простое утверждение, таит в себе высшей степени сложный финал. Библейский ибрит служил литературным языком в течение трех тысячелетий и, как и все живые языки, протерпел множество изменений на протяжении своей долгой жизни. Эти изменения носили особенно грамматический характер в первом тысячелетии до нашей эры, когда ибрит оставался еще родным разуморным языком, языком, еще не достигшим классической формы. Большая часть ибритов Библии датируется этой доклассической эпохи и сохраняет много языковых форм, которые в более позднее время стали употребляться иначе. Эти изменения создали серьезные трудности для последующих поколений читателей, которые часто не понимали, что они читали. При фиксации библейского текста мазуретами в течение первого тысячелетия нашей эры, многие из этих неясных или спорных интерпретаций оказались записанными в библейский текст через мазуретскую систему вокализации или огласовки, то есть обозначение гласных звуков с помощью ортографических значков. Я объясню. Мазуреты были раввинами первого тысячелетия средних веков, которые сохранили и передали еврейский текст в библии. Мазуреты. Ну, люди традиции. Люди традиции. И это одни, что мы получаем еврейский текст, который еще существует. Как и в большинстве древних ближневосточных языков, древние еврейские записывались согласные, но по большей части опускались гласные. К счастью, то есть... И еще это по-русски. В начале Бога, да. В начале Бога. В начале Бога. Но без гласных. И без места между другом. Ну, так написано было. Были древние восточные и ближневосточные тексты, в том числе и еврейские тексты. Мазуреты изобретал, изобрел систему вокализации, то есть способ показывать гласные. И эта система называется по-английски pointing и юрий... Можно назвать вокализацией или огласовкой. Ну, так что... Ну, так что... Тора... Вот. Вот. Консонантный текст. Тора. Но... В Мазуретской системе... Вот. Загравлические значки показывают, что это ТО-РА. ТО-РА. будущих поколений. И для современных филологов. Мазареты скрупулезно сохранили консументный текст на библейском имприте, даже когда они не понимали его. И Юрий Яслов сказал мне, что епископ Александр Голицын в прошлой неделе дал вам пример этого. Пример текста из пророка Иосифилия, который буквально консументный текст и бессмысленно. Ну, такая ситуация. Они скрупулезно сохранили консументный текст, даже когда они не понимали его. Но вокализация, которую они внесли в текст, когда изменяла или иногда их вокализация изменяла или затемняла в первоначаловом смысле. Одна из задач современных филологов – выявление этих проблем в чтении. Излишне говорить, что эта задача тут сложная, а иногда и сомневая. Одним из средств, которые филологи используют для лучшего познания древнееврейского, является изучение родственных языков. Наиболее важным из них для исследования царты оказался древнесемитский язык, известный как угаринский, от названия небольшого города в древней Сирии – Угарин. Служивший в хранилищем в собрании текстов, которые раскапываются археологами, начиная с 28-го года прошлого столетия. Тексты, записанные клинописью, датируются от позднего бронзового века до нашей эры и представляют собой прекрасный образец сенитского языка древнего ханаана, то есть языка весьма близкого к древнему еврейскому. Среди прочего, угаринские тексты содержат ряд религиозных поэтов, значительно более старших, чем библейские псалатуры. Параллелы между этими двумя родами поэстических тарений поразительны и ясно указывают на то, что древние рейсы поэтов при создании собственной религиозной поэзии пользовались многими уже существующими хананскими, политическими и мифологическими условиями. Современный исследователь Псалов, наиболее широко применявший украинский материал, Метчоу Дахуд, здесь. Дахуд американский, был американский язуит, недавно он был, который в течение многих лет был профессором в папском библейском институте фирм. Его трехтонный комментарий на Псалове, опубликованный в 60-х годах, классика филологического имблейского токола. В нем Давид предложил сотни новых чтений и десятки вновь открытых грамматических форм и риторических приемов. Его предложения не ограничились филологическими вопросами. Дахуд столкнулся с некоторыми из самых серьезных проблем библейского богословия. Приведу лишь один же вопрос, в какой мере древние псалмопертии верили в вечную жизнь. Многие современные исследователи Библии отрицают, что древние израильтяне верили в вечную жизнь. Утверждают, что единственная вечность, известная древнего Израиля, биологическая и политическая по своему факту, продолжающаяся существование народа. Основываясь на своем знании лексических значений и хаманской мифологии, Дахуд утверждал, что когда псалмопертии заявляют, например, «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Последняя строка 22-23-го псалма «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Он, псалмопертий, имеет в виду именно это, вечную жизнь, в приближище Яхты на небесах. Вопрос остается спорным. И я не предлагаю сейчас никакого решения. Здесь я хотел только обратить внимание, как Дахуду удается перейти от высокой техники семитской филологии к утверждению важнейшей эскатологической надежды. Именно это делает его комментарии к псалмам таким захватывающим. В английском языке есть выражение «Дьявол в деталях». Не знаю, есть ли? Есть. В российском. Это «Дьявол в деталях». Дахуд напоминает нам, что и Бог тоже в деталях. Гарда Зосов в деталях. Кроме филологических вопросов, связанных с псалмами на Евресе, большое внимание современных исследователей привлекает вопрос о поэтике в сатирии. Это трудный вопрос. Он состоит в том, можно ли распознать систему поэтики в псалмах, на еврейском и других поэтических творениях в Библии. И если да, как ее, как эту систему описать? Вам может показаться странным, почему это сложный вопрос? Думаю, большинство из вас, очевидно, что псалмами представляют собой вид религиозной поэзии. Но есть две причины, почему этот факт не так прост, как можно было бы ожидать. Первый факт связан со статусом Библии как Божественного Откровения. Если Библия – Богооткровенное Слово, Божие, нельзя... Если Библия – Богооткровенное Слово, Откровенно-Окровенное... Откровенное... Если оно так, то нельзя объяснять ее содержание, обращаясь к принципам поэтики, так как стихи – это человеческие произведения, нечто сделанное. Можно считать, что Бог открывает в Себя человеческой речи и через нее, но это не оставляет на усадком пыток осмыслить богочеловеческие отношения. И в еврейской и в христианской традициях существует силное сопротивление мыслей, что слова Библии – это человеческие изобретения. Религиозная традиция учит, что слова Библии указаны и расставлены самым Богом, что в свою очередь ставит вопрос о том, в какой мере в этом процессе участвует человеческое творчество, в том числе поэзия. Второй вопрос связан с определением самой библейской поэзии. Если мы говорим, что псалмы – это стихи, мы должны описать их поэтические размеры и композиции, те характерные черты, в силу которых мы называем их стихами. Однако, несмотря на интенсивное исследование этой проблемой, научный консенсус по ней пока не достигнет. Скажем, возьмем поэтический размер, стихи как ритмическая речь. Существует ли в библейской поэзии нечто подобное размеру. На сегодня ни одна теория метрики библейского иврита не пользуется широким признанием. И многие ученые вообще отрицаются на факт наличия метрической системы библейской поэзии. Но если в библейском иврите нет размера, то как отличить библейскую поэзию от фрозы? Почему мы должны рассматривать псалфир как-то иначе, чем в любую из Моисеевых книг? Действительно, до нового времени псалмы обычно записывались и печатались в большинстве случаев не как стихи. В традиционных библиях и молитвах, как многих наших молитвах, как православие, протестантизм, псалмы написанные и до сих пор еще печатаются как сплошное непрерывутие. То есть вопрос. Другие обычные признаки библейской поэзии, так как регулярное употребление рифм или регулярное употребление ассонанса или алитерации также отсутствует в библейской поэзии. Правда, все эти черты иногда встречаются в библейской поэзии, но они носят эпизодический, а не систематический характер и совершенно непредсказуемый. Разумеется, против такого скептицизма по поводу существования еврейской поэзии можно возразить, предположив, что мы судим по сущности поэзии, исходя из небиблейских поэтических традиций, таких как древнегреческие и латинские стихи, англо-саксонская поэзия или современная европейская поэзия. Другими словами, возможно, мы не правы, пытаясь отыскать в библейской поэзии размер, рифм, алитерацию, алитерацию и так далее. Вероятно, мы должны начать с самой библейской поэзии и спросить, какие характерные, может быть, уникальные структуры мы видим вне и как они делают в ее поэзии. Если мы поступим таким образом, мы действительно различим некоторые особые структуры. Самой важной из них является риторический прием, названный параллелизмом. Параллелизм описывает двухсоставное утверждение, иногда трех или четырехсоставное утверждение, члены которого, члены или предложения которого имеют одинаковый синтаксис и близкое содержание, в результате чего второй член пары перекликается с первым и тем самым подчеркивая и усиливая все утверждение. Вот несколько примеров. Ну вот, здесь я писал на доске в самом 145-6 2-я строка. «Восклоню Господа до корень живу, буду петь перед Богом моим, покуда есть». Здесь параллел. «Восклоню » «Восклоню в путь ». путь в путь в путь и в деть части этого полу стиха а и здесь в последнем во втором полустихе есть параллел одинаковый параллельный синтаксис и одинаковый иллюбийский смысл это параллельность и другой пример открывайте на псалом 37 и 8 строгий второй и третий господи